МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Правительство России своим постановлением разрешило ввозить в нашу страну из Турции ряд продуктов. Что именно вернется на российские прилавки? Ответ в вечернем выпуске автографа дня в 19 часов 20 минут на канале ТВ-Центр. Сегодня в Архангельском доме молодежи пройдет акция «Будь осторожен». В 14.30 волонтеры будут раздавать горожанам светоотражатели. Напомним, что с прошлого года все пешеходы при переходе дороги и движению по обочинам в темное время суток в ненаселенных пунктов обязаны иметь при себе световозвращающие элементы. Штраф за их отсутствие 500 рублей. Сегодня в Велегодском районе на границе Архангельской области с республикой Коми после реконструкции будет открыт северный транспортный коридор. Он связывает Архангельскую область, республику Коми и Санкт-Петербург. Сегодня в САФУ начнется четвертый Беломорский форум. Студенты со всей России будут проходить обучение по пяти программам. Арктический формат, студенческое саморазвитие, качество образования, школы КВН. От студенческой идеи до дела всей жизни. Для участников состоятся тренинги и мастер-классы, а также пройдет ряд круглых столов Ассоциации федеральных вузов. Спонсор прогноза погоды – женский спортивный клуб «Разминка». С нами худеть легко. Приходите, ждем вас на Ломоносова 154. Сегодня в Архангельске переменная облачность. К вечеру вероятен дождь. Ветер западный – 3 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня не поднимется выше 3 градусов тепла. Так что одевайтесь теплее и не забудьте зонтики. Самые актуальные новости региона каждый час на телеканале ПЭС. Оставайтесь с нами.